Продолжение следует... 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 что пациент хочет в дальнейшем от операции. Современные тенденции хирургии – это уменьшение количества классических органосохраняющих операций и постепенное увеличение количества не только подкожных мастектомий, но и в том числе профилактических контртерроральных мастектомий с одномоментными реконструкциями импланта. Различные типы онклопластических операций зависят от различных локализаций опухоли молочной железы, и никаким образом нельзя применить одну и ту же технику при различной локализации опухоли в различных квадрантах молочной железы. При этом мы можем получить абсолютно плохой эстетический результат, при этом сохранив онклопластическую безопасность, но абсолютно неудовлетворительной ни для хирурга, ни для пациента. На примере MD Anderson Center данных показывает о том, что у них уменьшается количество классических органосохраняющих операций и увеличивается количество онклопластического компонента при данном виде вмешательства. На примере неонкологии Петрова мы видим о том, что мы постепенно снижаем количество выполняемых классических мастектомий, нарастаем практику выполнения органосохраняющих операций, в том числе с онклопластическим компонентом. При этом использование различных эндопротезов при одномоментном использовании выше, нежели чем при отсроченных видах операций. При различных метаанализах онклопластических резекций показано о том, что данный вид операции абсолютно безопасен, как применение наблюдений общей выживаемости и безрецидивной выживаемости пациентов. Также на примере MD Anderson Center анализа 10 000 пациентов в 2007-2014 годах было показано, что различие между выполнением классических органосохраняющих операций и онклопластических резекций в сочетании с мастектомией абсолютно нет в общей выживаемости и безрецидивной выживаемости. Здесь бросается в глаза то, что пациенты, которым выполнена классическая мастектомия, как меньше, как и в общей выживаемости, так и безрецидивной. Если более детально рассматривать данные исследования, это показано тем, что данные пациенты были с более высокой стадией заболеваний, которым не было возможности выполнения таких типов операций. Операции с сохранением ткани молочной железы при мультифокальности либо мультицентричности часто задается такой вопрос. Еще эксперты Сангалин в 2017 году сказали абсолютно точно, что можно выполнять при мультифокальности и индивидуально стоит подходить при мультицентричности опухоли. Главное, чтобы сохранялось первое правило онкологической безопасности, полностью удаленная опухоль с чистым краем резекции. Таким образом, необходимые условия онкобезопасности – это чистый край резекции, последующая лучевая терапия и недиванта, либо дивантная системная терапия. Если мы говорим о чистых краях резекции, в этом вопросе нам всегда может помочь врач-патоморфолог, используя срочные исследования по залитовому препарату, срочные исследования сигнальных лимфоузлов, либо рентгенологи, выполняя срочные рентгенологические снимки макропрепарата во время непосредственного хирургического лечения. Что такое чистый край? При инвазивной раке молочной железы оптимальный край резекции – это отсутствие опухолевых клеток в окрашенном крае. Если мы говорим при раке инсита, негативным краем резекции считается отступ не менее 2 мм от опухоли. Важно забывать то, что при выполнении подкожных мастектомий подсосовая область является таким же краем резекции, и на нее распространяются все те же правила чистых краев. Последующая – лучевая терапия. Лучевая терапия уже давным-давно зарекомендовала себя как эффективный метод лечения комплексной терапии рака молочной железы. Она абсолютно увеличивает и снижает частоту местного рецидива, снижает смертность от рака молочной железы и никаким образом не влияет на общую выживаемость в сравнении с группой, если мы сравним какие-то виды осложнений от лучевой терапии. Это данные 17 рандомизированных исследований и их метаанализа. Операционный этап. На операционном этапе мы вне онкологии Петрова в первую очередь удаляем ложу опухоли и саму опухоль с отступом от нее. Во время операции обязательно делаем снимок. Макроскопические опухоли для того, чтобы визуально можно было оценить, насколько хорошо мы отступили от опухоли. Если в снимок попадает в край резекции сам узел, мы можем непосредственно во время операции досечь подозрительный край. В ложу удаленного ткани молочной железы обязательно устанавливаются клипсы. Это необходимо для лучевой терапии, особенно в онкопластической резекции, в случае, если ткани молочной железы перемещаются для достижения лучшего косметического результата. Также макропрепарат, который убирается, обязательно маркируется. Каждый край производится маркировкой определенным цветом. Таким образом, это делает жизнь проще как ваших радиологов, так и патоморфологов. Таким образом, лучевая терапия является неотъемлемой частью мультидисциплинарного подхода в лечении рака молочной железы при органосохраняющей и онкопластической резекции. Важно понимать, что лучевая терапия может повлиять на эстетические осложнения, но никаким образом нельзя отказываться от лучевой терапии в сторону эстетики. Существуют различные пути профилактики нежелательных эстетических осложнений. Это, во-первых, тщательное планирование хирургического этапа и лучевого этапа лечения, использование различной антиоксидантной терапии в качестве меры профилактики после лучевых осложнений, и использование восклюризированных лоскодов, если использование различных эндопротезов повлечет за собой какие-то виды осложнений. Необходимые условия также являются приведение неодевантной, либо одевантной системной терапии. Давным-давно, еще в 2012 году, огромный мета-анализ около 100 тысяч женщин показал то, что именно комбинация различных методов лечения позволяет достичь наибольшей эффективности в лечении рака молочной железы. Что такое неодевантная система? Это системная терапия. Это, в первую очередь, снижение стадии заболевания и перевод неоперабельной формы в операбельную, повышение частоты выполнения органосохраняющих операций, уменьшение объема хирургического вмешательства на первичной опухоли, уменьшение вмешательства на лимфоузлах, как ранее говорил Тенгиз Тенгизович в своем докладе при конверсии N1 в N0, и определение риска пациента в зависимости от ответа на девантную терапию. Безрецидивная выживаемость после неодевантной системной терапии и выполнение органосохраняющего лечения никаким образом не отличается у пациентов, которым было выполнено с начала операции и в дальнейшем одевантной системной терапии. Важный момент планирования хирургического лечения непосредственно перед началом неодевантной системной терапии — это установка клипс либо в центр опухоли, либо по периферии ее, и нанесение татуажных меток на кожу перед началом данного лечения. Хирургическое лечение после неодевантной терапии зависит от типа, каким образом повела себя опухоль на фоне проведенного лечения. Существует концентрический тип уменьшения опухолевого узла и тип по типу тающего снега. Концентрический тип уменьшения опухолевого узла обычно присущ для агрессивных биологических подтипов, таких как HR-позитивный и трижды негативный рак молочной железы. Второе — для алюминального А и Б подтипов. Также на конференции «Сангалин» 2017 года принято решение о том, что иссечение опухоли необходимо делать в границах новых на тот момент, когда мы провели неодевантную системную терапию. Таким образом, нет необходимости удалять все первичное ложе, а непосредственно только опухолевый узел, который остался. Всегда вопрос остается, что же делать тогда с полным патарофологическим регрессом, что делать при нем. В настоящее время Институт онкологии Петрова проводит исследования по вакуум-эспирационной биопсии, позволяющей минимизировать хирургическое влияние на молочную железу, тем самым минимально убирать ткань молочной железы, при этом сохраняя полностью эстетические компоненты. Пример пациента, который был выполнен органосохраняющий по типу редукционной маммопластики, при этом важно отметить, что очень важными являются симметризирующие операции на противоположной молочной железе для достижения более хороших эстетических результатов. В случае непальпируемости опухоли важно ставить метку под УЗИ-контролем, для того чтобы во время операции точно понимать локализацию опухоли и ни в коем случае не удалить лишнюю ткань. При этом, если вы понимаете, что вы можете аккуратно убрать на одной стороне опухоль с минимальной тканью молочной железы, нет необходимости симметризирующей операции и лишней травмы для пациента. Подкожная и кожесохраняющая мастектомия в последнее время набирают свои тенденции. Это связано не только с трендами, но и техническими возможностями, которые имеются у хирургов, но новыми веяниями в науке понимания наследственности рака молочной железы. Метаанализ данных операций показывает, что они никаким образом не хуже и не лучше правильно выполненных органосохраняющих операций последующей лучевой терапии. Это была информация о том, что же делать непосредственно с молочной железой. Очень важно не забывать и о подмышечном коллекторе, о том, что не стоит травмировать лишнюю ткань подмышечной области, ведь для хирурга каждый удаленный здоровый лимфоузел является хирургической неудачей и лишней травмой для пациента. Таким образом, успех онкопластических операций это руки хирурга, думающая голова-онколог, опытный патоморфолог, радиолог, умеющий пользоваться своим оборудованием и, самое главное, мультидисциплинарный подход в лечении рака молочной железы. Если в вашем центре всего этого нет, наверное, ваш выбор операции – это мастектомия, но, если честно, надо подумать о пациенте и направить его в то учреждение, где эту операцию могут выполнить лучше, исходя из стадии заболевания пациента. Таким образом, операция – это лишь этап органосохраняющего лечения в комплексном подходе лечения рака молочной железы. Спасибо большое за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...